Доброе утро всем, всем-всем, кто нас сейчас слушает. В эфире программа «Зелёная лампа». Напоминаем, что это программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её Ольга Авдевич. Здравствуйте ещё раз. Я Рита Трошкина. И у нас сегодня гость, который помогает, уже не в первый раз помогает нам включать зелёную лампу для тех, кому сегодня трудно. Это Кирилл Зайцев. Актёр Кирилл Зайцев. Хорошо? Добрый день. Знакомый. Добрый день, Кирилл. Кирилл, видно, слышно? Всё, связь установили? Да, что-то пошипывает немножко. Но ничего, сейчас всё наладится. Кирилл Зайцев – бывший рижанин и несколько лет был актёром в нашем Рижском русском театре. Известным актёром, да. Рижские зрители его помнят и любят. В данный момент его называют звезда российского кино. Он лауреат премии «Золотой орёл» и снялся в таких уже знаковых фильмах «Движение вверх», «Союз спасения», «Коп», «Серебряные коньки». Сотрудничает с Московским губернским театром Сергея Безрукова. Кирилл, вот мы считаем тебя другом нашей программы «Зелёная лампа». А ты помнишь, с чего начиналось? Ты помнишь, как всё начиналось? Да, да, да. Всё было и впервые, и вновь. Ну, конечно, помню наше знакомство и наше интервью первые. Вот. И дай бог, они будут продолжаться. Но самое главное, что Кирилл поддерживал наш проект всегда личным участием и никогда не отказывал и всегда сразу откликался на просьбы помочь. Участвовал в наших благотворительных концертах и в программе. И на Новый год с гитарой. Да, и в больницу, чтобы сделать сюрприз тем, кому сейчас плохо. И на новогодний концерт в пансионате для престарелых. Кирилл, почему ты считаешь это важным и не жалко тебе себя, времени, своего энергии? Ну, как вам сказать? Ну, есть какие-то вещи. Я вообще живу, наверное, по таким понятиям, что надо делать, если я понимаю, что это что-то, что я не могу не сделать. И если возникает такая возможность, и в данном случае вы говорите, что есть вот такая возможность помочь. Я, правда, не думаю, что об этом сильно надо говорить. Потому что, когда мы делаем добро, оно, наверное, тем и ценнее, тем оно приятнее нам, когда мы его просто делаем и не рассказываем об этом. Поэтому для меня это какие-то, может быть, естественные вещи. Что ты делаешь что-то и все. Делаешь, потому что так надо. Есть возможность. Дело в том, что, когда есть возможность, надо делать. А вот, когда нет возможности находить другим образом, как помогать. А сейчас, дорогие радиослушатели, у вас есть возможность сделать благотворительный звоночек на наш благотворительный телефон нашей программы 93063-84. Это будет евро 42 цента. И на этой неделе мы продолжаем акцию помощи 25-летней девушке Беатрисы Янсены, которой нужны средства на оплату лечения в клинике в Израиле. Мы рассказывали подробно неделю назад эту историю и отсылаем вас, отправляем на сайт mixnews.lv в рубрику зеленая лампа. Там все подробности. Кирилл, сколько прошло времени с тех пор, как ты принял решение вот уйти из нашего Рижского театра и уехать из Риги? Я не знаю. Я не считал, когда мы разговаривали. Я не считал времени, когда возник этот вопрос. Я даже не знаю. Я не знаю. Я просто как-то живу вперед. Сколько времени прошло? В каком году это было? Не помню, в 17-м, может, в 18-м. То есть прошло совсем немного времени и за... Немного времени. Да, и очень стремительно у тебя удачно развивается карьера. А скажи, вот сам момент принять решение переместиться из одной страны в другую, это было сложно, страшно? Да нет, ничего страшного. И какое-то долгое время я, собственно, и служил одновременно в Рижском русском театре и был в Москве. И, может быть, и столько бы еще и дальше бы служил. Но просто по каким-то понятиям и пунктам мы разошлись с новым руководством театра, и поэтому так получилось. Вот. И я принял решение переместиться. Больше не быть в трубе Рижского русского театра. И началось большое кино. Кирилл, а по кому и почему? Оно началось раньше. Оно началось раньше. Понимаете, что если бы не было тех спектаклей, не было той школы и не было бы моих мастеров Игоря Григорьевича Коняева и Елены Игоревны Черной, и не было бы тех спектаклей, которые нас стремительно развивали, весь наш курс. Я имею в виду всю нашу компанию, всех наших ребят. Таких спектаклей, как «Княжна Мэри», режиссер Елена Черная. Много было. Достоевский был, подросток, тоже Елена Игоревна. И замечательный спектакль «Свидание», хотя и состоялось, но по Чехову Елены Игоревны. Если бы не было у нас таких мастеров, и мы одновременно бы не играли, ведь я сыграл «Движение вверх» как раз в то время, когда я активно был на сцене Рижского русского театра. Именно этот опыт и постоянное пребывание на сцене, они держали меня в тонусе и помогли мне сделать роль Сергея Белова таким, каким она должна быть. Я помню, что я не попал на премьеру «Движение вверх», потому что в Рижском русском театре был спектакль «Княжна Мэри». Вот так. Печорин победил. Да, ну, потому что, понимаете, спектакль – это святое. И спектакль, почему говорят, в театре служит? Потому что это самое первое. И актеры дают свою занятость, и театру подчиняется вся жизнь, и съемки подчиняются театру. И поэтому, когда вот эти дни совпали, а так как премьера обычно говорится, знаете, там очень много факторов, они говорят за полторы недели, вот тогда-то день. И совершенно правильно было, что я не поехал на премьеру, а я играл спектакль. Вот. И это правильно. Это профессия. В театре надо служить. Кирилл, вот сейчас тебя слушают рижские твои зрители. Скажи, по кому и почему в Риге ты скучаешь? По людям, по местам. Конечно, для меня люди. Во-первых, это люди. Это люди – это весь мой курс. Вся наша компания, вся наша учеба. Также, понимаете, все связано с какими-то переживаниями, с первыми пробами, ошибками, иногда провалами на экзаменах. Все это связано с какой-то большим эмоциональным накалом, с пробами, с бессонными ночами, со спектаклями. Естественно, улицы Риги ассоциируются у меня. Я опять же вспоминаю, допустим, перед центральной станцией, я стою на остановке и все время репетирую, репетирую. Еду куда-нибудь, проезжаю станцию, есть станция Лермонтова, сжимаю кулаки и посылаю сигналы Михаилу Юрьевичу, потому что скоро у меня там спектакль. Проезжаю, думаю, Юрьевич. И, естественно, природа замечательная. В Латвии жить прекрасно. Это самое лучшее место на Земле. Есть зима, есть лето, есть море, поэтому жить прекрасно. Проблемы существуют с трудоустройством, но в плане жизни, я думаю, что это самое лучшее место, где я был. Кирилл, а вот эта пандемическая реальность, да, вот мы сейчас сидим в масках в студии, театр у нас закрыт уже очень давно. А как, скажем, на твоей работе отразилась эта коронавирусная реальность? Она остановила все съемки, все съемки приостановились, но у меня был большой перерыв и была большая возможность. Дело в том, что идея создать фильм «Сашка. Дневник солдата» пришла на ум Ивану Клочко, который как раз и сыграл главную роль в Рижском русском театре, в спектакле «Сашка», который поставил мой мастер, наш мастер Игорь Григорьевич Коняев. И эту идею я поддержал, мы начали работу, Игорь Григорьевич выступил художественным руководителем, и мы сняли фильм, ну, короткометражный, такой крепкий короткометражный фильм на 35 минут. И в данном случае моего съемки только закончились, и у меня была возможность как раз заниматься монтажом, заниматься всем постпродакшеном, вот так вот изолируясь, можно сказать, здесь в Москве, в деревне Минино. Пандемия нанесла пользу, да, в какой-то степени? В какой-то степени она всем нанесла пользу, я думаю, что такая перезагрузка нужна была всем. Неприятный момент с тем, что, во-первых, люди болеют, это очень плохо, и, во-вторых, это затормозило как раз нашего брата в плане работы, потому что, ну, когда, понимаете, нам же пособия по безработице актерам никто не платит, а жить на что-то нужно. Остановились съемки, остановились театры, ну, слава богу, в России раскачивается, слава богу, то есть там 50%, там 75%, но в Латвии, насколько я знаю, дела обстоят строже с этим, и театры не открыты, и поэтому, когда ребята мне, где ребята мне рассказывают, это очень трудно, а актеру, что актеру нужно? Актеру нужно играть, им нужно выходить на сцену, и когда этот, в энергию, ты не знаешь, куда ее выплеснуть, конечно, есть очень много, вот мы с вами разговариваем, допустим, по Зуму, ну, много, много чего можно, но все равно настоящего общения, вот недавно был спектакль, был практически там полный зал, практически полный зал, и я так вздохнул, понимаете, и ты понимаешь, что когда зал либо замирает, и, значит, от спинок кресел поднимается, и слушает тебя, внимает, реагирует, дышит, это ничто не заменит актеру, никаких зумов, никаких съемок, на самом деле, поэтому театр – это такая магия. А вот что за спектакль был? Да, какой спектакль? К театру перед Пушкин, да, где я играл императора царя Николая I. Кирилл… Кирилл Пушкина Сергея Витальевича Безрукова. Скажи, пожалуйста, вот отношение Кирилла Зайцева с Сергеем Безруковым, то есть Пушкина с императором. Вот в советских учебниках нас учили, значит, что император был сатрап, злодей, и чуть ли не причина всех несчастий Пушкина и даже его смерти на дуэли – самовластительный злодей. Сейчас мы читаем другие источники и видим, что там совершенно другая была история отношений, что один такой факт, что после смерти Пушкина на дуэли император погасил все его долги, назначил содержание его вдове, детям, выкупил имение, передал сыновьям Пушкина и так далее. Вот у вас какая линия в спектакле «Император Пушкин»? Какого героя ты играешь? Много мнений, вы правы, и на самом деле истину можно на нее докапываться, но изучая какие-то материалы, действительно, письма, я понимаю, что это был очень умный человек. Это был очень умный человек, который искренне желал только победы и только успеха своей родине, своей отчизне. Я имею в виду Николая I. И в этом плане очень был трудолюбивый, рано вставал, постоянно много работал. Существует мнение, ну и оно, может быть, в частности, правдивое, что очень много он делал сам. И вот это, знаете, как это слово модное – делегировать. Делегировать что-то, вот у него не очень получалось, а когда у тебя нет возможности довериться кому-то, то есть он знал всех придворных очень много-много, он без дел, все сам разбирался, в том числе и в литературе, и во всем. Поэтому это умнейший человек был. И он понимал, на самом деле, что Пушкин гений, и что он представляет для их поколения. И там было все, мне кажется. В данном случае наш спектакль – это какое-то высказывание и наши мысли по этому поводу. Но в том числе, я думаю, что была и ревность какая-то в любви к народу. По этому признанию, да? Да, в любви к народу, понимаете? Лидер кто? Кто лидер мнений? Да, когда он еще Пушкин поехал, участвовал в захвате крепости Арзрум, понимаете? Мало того, он еще Дон-Жуанский список составил, такой Казанова русский. А вот он еще и хотел… Это не понравилось. Не понравилось императору, и поэтому он ему сказал, что Пушкин, ты свободен. Но в пределах государства российского. Но это наша интерпретация. Достаточно интересно. Вообще, я вам скажу, что интересно играть умных людей. Кирилл, у тебя очень эффектная внешность и подбор персонажей. Вот это сплошь аристократы, красавцы. Вот Печорин еще в Риге, да? Фандорин, император Николай в театре. Граф Бестужев, князь Трубецкой. Вот ты не боишься стать заложником внешней фактуры? Я не знаю, а как, что значит, заложник фактуры? Как я могу избавиться от своего тела? Или как я могу уменьшиться? Я же не могу играть в творогу пацана. Понимаете, я такой, какой я есть. Это часть моей психофизики. У меня такой голос. Я могу, конечно, говорить как-нибудь так. Но мы же понимаем, что это несоответствие данных. Поэтому и роли должны соответствовать, чтобы соответствовать психофизике, соответствовать моему росту, моему голосу. Дело в том, что немного, может быть, создается фильмов. Не так много на таких героев. И какие-то иногда бывают распределения. Но, тем не менее, я работаю, и роли есть. И все-таки мы влюбляемся, когда смотрим кино или что-то, в том числе и в личность человека. И в героя, которого он играет. То есть нам он либо такой, сякой. Я такой, понимаете. Ну вот, и это мои размышления, каждая роль, это мои размышления, моя, можно сказать, гражданская позиция насчет этого человека. И всегда, если возникает диалог с режиссером, он всегда должен возникать у актера. Все равно мы видим, личность на экране или нет. И режиссер должен защищать своих артистов. Вот ты всегда во всех своих ролях очень глубоко, в подготовке к роли очень глубоко стараешься вникнуть в психологию и также освоить те навыки, которыми владеет твой герой. Вот, например, профессионально стал играть в баскетбол. Практически играл до этого, но перед фильмом «Движение вверх» пришлось освоить. А серебряные коньки? Наверное, много раз тебя уже об этом спрашивали. Расскажи нам еще раз, пожалуйста. Ты же не катался до этого? Нет, два раза стоял, но знаете, так сказать. Как тебя утвердили на эту роль? Ну, утвердили меня по пробе, как и всех. Если в «Движение вверх» все-таки я показывал что-то с мячом, умение, то есть что я умею играть в баскетбол, то здесь обо мне уже знали, как об актере, и умение кататься на коньках, оно было как бы... Ну вот, сначала утвердили, потом я уже начал кататься. Я окунулся в этот какой-то неизвестный для меня доселе мир, мир фигурного катания. И очень много провел как раз на льду времени. Самое трудное, может быть, для меня было это разнашивать новые коньки, потому что там очень сапожок вот этот, он очень должен держать голеностоп, и поэтому он сделан из таких плотных материалов, и когда разнашиваются коньки, это очень болезненно. Но, тем не менее, вы понимаете, что вся эта подготовка, она помогает роли. Когда я на тренировке, когда я на льду, такая своеобразная медитация и настраивание как раз все равно на своего героя. И в данном случае, я думаю, что одна из больших проблем сейчас, и когда сравнивают, понимаете, артистов, иногда артистов, там, не знаю, наших, не наших, в Голливуде, не в Голливуде. Когда я узнаю про, вот, пытаешься узнавать про какие-то фильмы, которые тебе понравятся, и сколько артист готовился к этой роли, если тебе кто-то нравится, там, я не знаю, будет ли, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, там, или еще что-то, ты всегда услышишь историю, найдешь какую-нибудь историю, как долго они к этому готовились, понимаете? Слово «долго» здесь доминирует, потому что тут как раз талант, он заключается в том, как долго ты погружаешься вот в материал, и то количество часов, которые ты провел, там, с мячом, но это о спорте, понимаете? А бывает, допустим, Данил Дель Юис, там, он играл, я уж не буду, но, в общем, когда сапожник, он понимал, что ему надо знать, как делают сапоги, понимаете? Он шел под мастерием, и день и ночь делайте сапоги, он научился делать сапоги, потому что он должен играть человек, он должен понять, чем он живет, как он думает, что, какие качества в себе надо, так сказать, подкрутить или еще что-то. И вот мне кажется, чтобы сыграть хорошо роль, нужно провести очень много времени как раз в этом самом погружении, потому что и это сделает из тебя, как раз трансформирует тебя в каком-то плане. Я не скажу, что, знаете, вот сейчас я такой вот, ну, а сейчас я другой. Это может быть в острохарактерных вещах, но в вещах тонких, как я же вроде бы сильно не изменяюсь, кроме цвета волос и усов, по сравнению с Сергеем Беловым. Но тем не менее, когда люди смотрят, создается впечатление, что это все-таки другой человек. Иной человек, да. Понимаете, более жесткий, более, может быть, направленный, целеустремленно направленный, видящий перед собой цель и желание победить, победить для своей команды. Желание. Вот это... Поэтому вот... Да. Вот эта медитация как раз на свою роль и труд, труд с ней связанный, не только выучить текст, но и пожить жизнью своего персонажа, что необходимо. Потому что если вы собираетесь играть к хирургу, вам надо идти в операционную, и вам надо смотреть. Кирилл, а как, если ты собираешься играть богатыря, вот в последнем богатыре, финист, ясный сокол, какие-то навыки пожить жизнью, кого нужно было? Ну, во-первых, надо было там очень много всяких приспособлений, таких как булава, меч. Освоил булаву, да? А? Освоил булаву? Освоил? Да, но с ней нужно как-то двигаться, понимаете? Я же не могу как жезл, не знаю, милицейский, или как микрофон ее держать. С ней надо как-то двигаться, то есть какая-то должна быть хореография, то есть потом нужно понять, что такое ощущать себя все-таки супергероем и свое предназначение, которое тебе говорят с детства. Мое предназначение, я имею в виду как богатыря, это спасать свою родину от врагов, защищать родную землю, понимаете? Я в этом не сомневаюсь. Я родился, это моя миссия. Если погибнуть, то не на кровати, а в бою. С булавой. Защищать свою родину. С булавой или с мечом, неважно. А вот зубами перегрызая глотки недругов. А вот при подготовке к съемкам пересматривал фильмы-сказки взрослыми глазами. А какие в детстве эти сказки были любимые? У меня были книжки такие, я не знаю, помните ли они, были такие изумрудные, книга-сказок, золотая книга-сказок. У меня были вот такие... Сборники. Да, сборники полные. Там они были очень хорошо иллюстрированы. И моя мама, почему-то вот она хотела, тоже собирала им. Я помню эти полки, заполненные вот этими сказками. И никто сильно меня как бы не заставлял читать. Это всегда был интерес. Связано вот их все просмотреть. В том числе и иллюстрированы книжка-сказок Пушкина. Там Руслана Людмила. Я помню вот эту картинку с большой головой. Где стоит Руслана, она там что-то дует. Ну какие-то такие смутные воспоминания. Сказки Пушкина. Кирилл, у тебя есть сын, да? Ты составляешь уже ему какую-то книжную полку? Ой, у него такая библиотека. Мне кажется, она растет так стремительно. Уже некуда эти книжки класть. У него так много-много-много в одной комнате. У нас на кухне целая книжная полка его. Потому что он все время, вот это, знаете, такое неподдельное любопытство. Он просыпается и сразу берет книжку. Сразу надо мозг чем-то занимать. Да, и начинают ее листать. Потом я открыл, знаете, какие книжки очень хорошие. Там, допустим, есть знаменитые композиторы. Зарубежные есть, русские композиторы. И там такая картиночка какая-то. Вот нажимаешь, и играет какой-то композитор. У меня есть видео тоже. Игорь сидит там, перелистывает. Оп, начинает там. Тарадам, тарададам. Нитки играет. Он что-то там. Перелистывает. То есть такой вот музыкальный, музыкальный книж. Сейчас очень много, на самом деле, этого, всяких вещей. Параллельно мы изучаем тоже английский язык. Я стараюсь с ним говорить на английском языке, а супруга моя на русском. А у вас с женой есть какие-то установки, там, скажем, принципы с детства? Какие-то вложить в него знания? Вот что такое хорошо, что такое плохо, что можно, что нельзя? Какие-то приемы педагогические? Я вам скажу один самый главный прием, который я понял. Это своим примером. Ребенок не понимает лучше, если только он видит на примере. И поэтому, если родители ругаются, бронятся перед ребенком, он это все воспринимает, что вот так вот жизни надо. А если все-таки мы, как бы, самое при воспитании детей больше всего тренируется терпение. Вот это я понял. Потому что ребенок иногда некоторых вещей не понимает. Он начинает бить, либо капризничать, или еще что-то. Ему невозможно объяснить. Понимаете, Игорь, не делай этого. Ему можно только переключить внимание от этого на другое. В какой-то возрасте они... То есть понимания, осознания нет. Сколько лет ему? Два года, три месяца. Два года, три месяца. Кирилл, а вот жена Анастасия, вы с ней познакомились еще, когда ты был в Риге, или уже это московская история? Как вы познакомились? Московская история, хорошо сказать. Мы познакомились на съемках «Движение вверх». Кем она была в съемочной группе? Помощником режиссера. То есть это получается служебный роман? Да. Можно так назвать. Скажи, пожалуйста, вот ребенку, сыну два года и три месяца. Принято считать, что мы воспитываем детей, но мы вот думаем, что дети, может, даже больше тоже нас воспитывают. Чему ты уже сейчас научился от своего сына? Вы знаете, я вдохновился тем, как жизнерадостно, во-первых, он встает по утрам, потому что, когда он встает, говорит, все, выспался. Говорит, все, выспался. И вот эта радость дня, и сразу берет книжку, и что самое удивительное, начинает повторять все, что он уже знает и слышал. И вот именно вот это закрепление и повторение, которое, естественно, оно сейчас неосознанное у него. То есть он повторяет все, что вчера было. Повторяет все слова, которые он все знает, начинает считать. И вот это вот желание и мозг, который жаждет новой информации, и повторение, повторение, повторение. Я просто понимаю, как формируется человек. И если, когда нет детей, ну, ты понимаешь, что дети, они как-то так вот растут. А когда человек рядом, маленький, растет с тобой, совсем другое осознание. И понимание, что ты таким же был, ты был такой же маленький, и именно то, что тебя окружало, сформировало тебя таким, какой ты есть. И поэтому очень важно окружение. Чем больше будет интересного для ребенка, тем интереснее он как бы личностью. Потому что мы же не можем... Понятно, что можно говорить, ты там станешь тем-то, ты-то станешь тем-то. Но по своей сути, наверное, дети, и потом взрослые, подростки, они должны сами понять, что им больше всего хочется в жизни. Но наша задача, как родители, окружить их и дать им максимально большой спектр всего. И чтобы и языки были, и спорт, и, не знаю, танцы, еще что-то, еще что-то, и музыка, музыка. А дальше он сам просто сориентируется на то время, которое он сейчас проведет, и то всю информацию, и те занятия, которые мы вложим, они, безусловно, ему помогут в жизни. Вот... Хорошую фразу сказал Кирилл. Радость дня. Да, такая формулировка хорошая. И вы знаете, дорогие радиослушатели, мы вместе с вами сегодня сделали радость дня для девушки, которой мы помогали всю неделю. Беатрисе Янсене, 25 лет. Мы собираем деньги на лечение, и мы продлили акцию еще на неделю. И еще на неделю будет подключен благотворительный телефон. Сейчас мы скажем итоги. Ну, просто, да, исходя из... Чуть-чуть раньше, вот Кирилл сказал такую фразу о победе, о воле к победе, о том, что надо идти вперед, надо очень глубоко там всем этим заниматься. Вот упорство и характер у нашей героини. Ей 25 лет всего лишь, Беатриса, она из многодетной семьи. У нее еще есть две сестрички и младший братик. И вот тяжело заболела, внезапная тяжелая болезнь лейкемия, и поэтому нужна огромная, просто огромная сумма на лечение. Но мы с вами уже за неделю собрали 50 651 евро. И было на благотворительный телефон принято 4203 звонка. Огромное, просто огромное всем спасибо. Либо еще открыт у них за границей фонд для заграничных пожертвований, поэтому все вместе, это уже где-то половина. Больше половины суммы. Чуть-чуть больше половины нужной суммы, но еще далеко от финала. Она сейчас уехала в клинику Асута в Израиле, где ее обещают врачи, обещают стараться и спасти ей жизнь, потому что очень тяжелый случай. В принципе, это лучше в мире клиника, где работают с такими диагнозами. И мы сегодня как раз посвящаем нашу программу опять Беатрисе. И счет помощи опубликован на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа». Там всю неделю мы ежедневно публикуем итоги. И мы подчеркиваем, что с этих денег, которые поступают в благотворительный фонд Be Open, не берутся проценты отчисления. И частные лица, и юридические компании, вот если у каких-то компаний есть возможность откликнуться, получают тогда налоговые льготы. И мы благодарим актера Кирилла Зайцева за то, что он в своем очень плотном графике нашел время, чтобы включать вместе с нами «Зеленую лампу» для девушки Беатрисы. Мы верим, что она победит. Даже сегодня заголовок поставили в статье, что она обязательно победит. Кирилл, ты лауреат премии «Золотой орел». Это очень солидная такая награда. В принципе, когда актеры получают награду, вот мы видим, там на «Оскаре» они выходят и говорят «и спасибо» там, и начинают перечислять, кому спасибо. Ты все время не устаешь повторять, как ты благодарен своим учителям. Вот даже сегодня в начале программы ты дважды вспомнил их. Кого бы ты еще назвал, в принципе, кому ты благодарен? Своим родителям, своей маме, своему отцу. И все-таки своей супруге благодарен, потому что это, как понимаете, счастье найти свое дело и найти людей, которые за него будут платить деньги. Но счастье также, чтобы рядом был с тобой человек. Как говорят, за каждым великим мужчиной стоит женщина, которая этого захотела, которая его поддерживала и которая понимала бы, что весь и потенциал, и все то время, которое он должен уделять. Вот поэтому я хотел бы сказать спасибо своей супруге, и ее маме, своим родителям, ну и, собственно, Игорь Григорьевичу и Елене Игоревне. Третий раз. Да, да, да. Потому что очень важно в нашей профессии, я считаю, учитель. И если он есть, и если... Потому что человек идет в эту профессию из какого-то, понимаете, странного желания, ощущения в себе чего-то, то есть, либо желания к лицедейству, либо еще что-то. И очень много судеб, я считаю, загублено, либо попаданием, либо попаданием, либо непопаданием в хорошие руки. И мне, так же, как и ребятам всем нашего курса, очень повезло, что у нас есть как раз такой опыт. Не всем актерам, я вас уверяю, в Москве или в Санкт-Петербурге выдается такая возможность играть, выходить на большую сцену в театре сразу после выпуска. И в данном случае у нас была такая возможность. мы прошли школу и все равно есть такое ощущение, что мне вот еще хочется. И поэтому, дай бог, в этом году я выпущу тоже с Еленой Игриной спектакль по Михаилу Юрьевичу Лермонтову, мой моноспектакль. здесь в Москве, здесь в Москве, который будет анонсирован в соцсетях и всячески. Сейчас я уже могу сказать, что такой проект есть, он разрабатывается и скоро будет освещен. Очень интересно, вот эта новость. мы надеемся, что в постпандемической реальности или в каких-то перерывах будет возможность этот спектакль показать и в Риге. Кирилл, а на улице поклонники узнают? Потому что, в принципе, смотри, трейлеры, фильмы, афиши, программы Урганта, программы Бондарчука, то есть, твое лицо сейчас, ну как, растиражировано. Вот просто подходят люди просить автограф или сфотографироваться? Ну, конечно. Что я могу сказать? Узнают. А тебе это как? Приятно или ты смущаешься? Я? Нет, я не смущаюсь. Что же мне смущаться-то? Приятно. Узнают и хотят сфотографироваться. Я стараюсь никогда не отказывать и фотографироваться. Но это часть нашей работы, она одна из приятных составляющих – это публичность и популярность, так называемая, медийность. Медийность. Да, чем она больше, я вам скажу, тем, так сказать, легче трудоустройство в каком-то плане. Потому что быть медийным лучше, чем быть немедийным для актера. более охотно смотрят. Это часть профессии. Сколько подписчиков, сколько чего. Не только соответствия. Но этот фактор тоже. тоже. Но тем не менее, это большая, понимаете, должна быть смелость и какое-то независимое решение, каким, что имеют немногие, например, студия 3T, Никита Сергеевич Михалков, когда сказать, что неизвестный артист из региона Зайцев будет играть Сергея Белова. Потому-то, потому-то, потому-то. это в этом плане мне очень повезло и звезды сошлись. Кирилл, а какие вот твои личные предпочтения в кино, вот просто любимые фильмы, кино, которое ты готов пересматривать, возвращаться? Которые я готов пересматривать? Какие режиссеры? Режиссеры. Ну, вы знаете, а мне сейчас так спросили, у меня сразу разброс такой. Очень много сразу вариантов. Вопрос не такой простой. Всяких вариантов. Я вот сейчас, допустим, в каком-то плане, иногда фокусируешься на артисте или изучаешь артиста, или сейчас, допустим, все время это связано, связано, наверное, с работой. Потому что, если я вот сейчас какая-то детективная история, художник, такой сериал мы снимаем, и режиссер там Тимур Алпатов, то большой спектр кино, который я смотрю, который связан с одной стороны, это послевоенные времена, точнее, это конец войны, и я смотрю того же самого блестящую картину серийную. Место встречи изменить нельзя Неслава Говорухина, блестяще сыгранную. Но с другой стороны, я понимаю, что это должно быть какое-то новое веяние. И я смотрю сериал Netflix «Пики Блайндерс», «Острые козырьки». И мы должны... То есть, как бы, чем много я туда загружаю и в стилистике и прочее. Когда я готовился к тем же самым, к тому же самому богатырю, я смотрел, как и наши советские сказки, понимаете, того же сам Финист Ясный Сокол и много Исадко, ну, какие-то референсы. Но в то же время я смотрел, допустим, все части «Железного человека» и «Марвел». Все понимают, что это должен быть супергерой, но это должен быть русский супергерой. Поэтому такое погружение, оно от фильма к фильму идет. Я не перестаю говорить, насколько мне нравится, допустим, фильм «Запах женщины». Вот один. Ну, как бы с Альпачино. Много чего. Недавно я посмотрел фильм, который мне тоже очень понравился. Это уроки фарси военные, так как все-таки сейчас 24-го числа в рамках Московского международного кинофестиваля будет премьера вот уже в субботу о фильме «Сашка, дневник-солдат». Я выступил как продюсер и как режиссер. И сыграл небольшую роль. Не бывает, да, небольших ролей. как продюсер и как режиссер. Маленькие гонорары. Да, главную роль ты себе там не отписал, как продюсер и как режиссер. А можно еще... Идея Ивана Кулачкова, поэтому и Сашка, Сашка, это его роль. Ну, спектакль еще в Риге мы помним, да. Расскажи немножко, чуть подробнее о сериале «Художник». Что это? Кого ты там играешь? И когда мы это все увидим? Я там играю, я там играю, увидим, я думаю, что осенью. я там играю как раз сержанта, который пришел с войны. Ну, да, война еще не закончилась, он пришел по контузии, по ранению. Ну, такой, знаете, а-ля Шарапов. Вот. Но у него есть история, так как из кровавой такой бойни его спас послание никто не будет. а немецкая овчарка. И в данном случае он спасает, он сам эту немецкую овчарку не дает, не дает, ну, в общем, забирает ее с фронта и приходит вот в такую Москву 44-го года с этой немецкой овчаркой, которая понимает команды только на немецком. поэтому возникает очень много вопросов у окружающих. Только не говори, что ты немецкий язык еще выучил. Команды немецкие, мой герой не должен знать немецкий, но там зухи, фото, цирюх. Да. Лайб. Да. Ну, какие-то такие, какие-то такие вещи. Вот. Поэтому такая история, когда меня спрашивают, у тебя есть в этом кино любовь? Я говорю, да, любовь к собаке. Ясно. Это история с животным, в данном случае мне надо было с Агной, я уже по-другому не называю, даже не буду говорить, как зовут собаку. До фильма звали Сагной, я провел несколько недель постоянно мы гуляли, встречались. Потому что, да, должна быть, и когда я прихожу на съемочную площадку, она очень мне радуется, прыгает, прыгает, высоко лижет, мы обнимаемся, то есть воспринимает меня уже как хорошего друга и хозяина. Потому что не должно быть все-таки овчаркой, она, если злится. Это интересная вещь, кстати, когда чтобы она, чтобы у нас потеплели отношения, мы пошли на там, то есть для кинологов, там, где тренируют собак, и она должна была меня защищать. И вот такая была травля, то есть кто-то на меня пытался что-то делать, она меня защищала. И вот это нас роднит, то есть она понимает, что это тот, кого надо защищать. Интересная вещь, на самом деле. Замечательно. Будем ждать этот сериал и желаем дальнейшего такого движения только вверх, чтобы мы тобой гордимся, следим за твоими успехами. Очень рады, что ты был сегодня с нами. Программа подошла к концу. Напоминаем, что Кирилл Зайцев помогал нам включать зеленую лампу для 25-летней Беатрисы, которой очень нужна помощь, буквально вопрос спасения жизни. И телефон 930-6384 работает еще неделю для Беатрисы. Стоимость звонка евро 42 цента. И мы попросим Кирилла поделиться с ссылкой на нашу публикацию у себя в Фейсбуке, чтобы рижские многочисленные друзья и поклонники тоже присоединились к нашей этой акции. Мы говорим, что даже если не звонок, хотя бы перепост этой информации. Посмотрите, как, в общем-то, чудесным образом мы даем девочке реальную надежду, то есть уже очень реальную надежду. Спасибо огромное, Кирилл. Мы желаем удачи. Удачи вам всем. Удача нужна. Спасибо вам. Спасибо. Привет, Риги. Привет, Риги. Очень надеюсь, что очень скоро я приеду в Ригу и с ребятами мы выйдем на сцену и покажем вам нашу картину. Сашка, дневник солдат. Мы будем ждать. Всего доброго. С нами был Кирилл Зайцев. Это была программа «Зелёная лампа» и до следующего вторника.